Здравствуйте! С вами программа «Будем здоровы» и я Наталья Войтюх. Пока все под контролем, но специалисты обеспокоены всплеском инфекционных заболеваний. ОРВИ – грипп, которые при неадекватном лечении достаточно быстро вызывают различного рода осложнения. В частности, участились случаи госпитализации больных с пневмонией. А она по-прежнему несет угрозу не только здоровью, но и жизни человека, несмотря на развитие фарминдустрии и медицинских технологий. Особенно часто пневмонией болеют люди пожилого возраста. Тяжело протекает заболевание у людей с хроническими заболеваниями, злоупотребляющих алкоголем и курильщиков. Когда Игорь Анатольевич в выходной день почувствовал себя плохо, никак не рассчитывал, что рабочая неделя начнется в больничной палате. Думал, отлежится дома, выпьет таблетку и все пройдет, но ошибся. Как-то я эту грань, которую я между здоровьем и болезнью пропустил. И начал делать. Короче, я занялся самолечением. Естественно, малина вроде бы легче. Эта самая таблеточка вроде бы и температурку сбил. А на самом деле я внешние признаки эти убивал. А вот внутренние, которые здесь сидят, которые знает только доктор, я вот это пропустил. И пропустил, и поэтому попал сюда. Начало все хуже и хуже. Значит, температура уже 38, 38,6, короче, по 39. Кашель, мокрота. И вот здесь оказался. Оказалось, что у Игоря Анатольевича воспаление легких. Сейчас его состояние значительно улучшилось, и он надеется на скорую выписку. Что же касается самолечения. Вы знаете, это уже, наверное, человеческая натура такая. Что вроде бы, а вдруг пронесет. Понимаете? А вот не пронесло. Поэтому самолечением заниматься, по сути дела, не стоит. А нужно квалифицированной, чтобы тебя осматривали доктора и уже становили настоящий диагноз, а не тот, который ты сам себе назначил. Таких, как Игорь Анатольевич, в пульмонологическом отделении Брестской центральной городской больницы сейчас много. И каждый наверняка для себя сделал вывод относительно самолечения и квалифицированной медицинской помощи в пользу второго. И это особенно важно в период подъема вирусных инфекций. Поднимает голову вирус гриппа, особенно тогда, когда у нас погода близка к нулю, когда есть оттепель. И за последнюю неделю мы видим большее количество больных с поступающими к нам пневмониями. Как правило, история заболевания у них у всех одна и та же. То есть это либо позднее обращение за медицинской помощью, температура до высоких цифр 38-39-4, а то и 7 дней. Некоторые есть и с большим количеством дней. И человек не обращается за медицинской помощью, принимая травки, какие-то еще другие совершенно не помогающие ему средства. Результат такого домашнего лечения и есть пневмония. Чем позже обращаются, тем сложнее форма заболевания. Соответственно, и лечится она труднее. А в некоторых случаях, как мы знаем, приводит к летальному исходу. Поэтому основная рекомендация будет вовремя обращаться за медицинской помощью. И доктор, увидев ваше состояние, назначит вам соответствующую терапию. В частности, противовирусный препарат. Особенно это важно у групп риска. К данному числу относятся беременные, люди, страдающие сахарным диабетом, страдающие болезнями сердца и, конечно, болезнями органов дыхания, хроническими болезнями, такие как астма, хроническая обструктивная болезнь легких. К сожалению, эта болезнь протекает достаточно агрессивно у людей, страдающих ожирением. И людям, входящим в группу риска, и всем остальным следует обращать внимание на ряд симптомов, которые свидетельствуют о том, что обычное простудное заболевание переходит на более серьезную стадию. Значительное нарастание одышки, температура, которая в течение трех дней превышает цифры 38,5-39, появление прожилок крови в мокроте или изменение цвета кожи, то есть такая синюшность кожи, сопровождающаяся одышкой. Особое внимание в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями должны проявлять те, кто своевременно не сделал прививку. Следует также серьезно отнестись к профилактическим мерам. Поменьше контактировать, желательно избегать контакта с заболевшими. А заболевшим, чтобы не распространять инфекцию, оставаться дома, а не героически выполнять свой трудовой подвиг, распространяя инфекцию на работе, в том числе в автобусе, по дороге на работу. Стараться чаще бывать на свежем воздухе, вести здоровый образ жизни, большее количество витаминов, то есть фрукты, овощи, не переутомляться, долго сидеть, не сидеть за компьютером, ложиться вовремя спать, для того, чтобы ваша иммунная система не была в состоянии повышенной напряженности, не испытывала такой стресс сейчас, в период вирусных инфекций в том числе. Основные рекомендации, в том числе, чтобы защитить себя и своих близких, вы приходите с улицы, с работы, сняли верхнюю одежду, повесили ее в шкаф, помыли руки, умыли лицо. Это тоже обезопасит ваших близких и вас, потому что вирус оседает на поверхностях, и вы контактным путем через свои руки можете эту инфекцию как себе привнести, так и помочь заболеть вашим близким. Пневмония – самое грозное заболевание органов дыхания, с которым не стоит шутить. Инфекция попадает в легкие очень быстро, вызывая воспаление и отек альвеол. В результате нарушается газообмен, и все органы больного начинают испытывать кислородное голодание, приводя его в тяжелейшее состояние, а порой и к смерти. Так стоит ли рисковать? Рисковать и играть со здоровьем, конечно же, не стоит. Слишком большую цену можно заплатить. А если речь идет о детях, то ответственность должна быть еще выше. К сожалению, инфекционные заболевания их тоже не щадят. Как и пожилые, дети заражаются гораздо чаще людей молодого и среднего трудоспособного возраста и переносит болезнь, не окрепший организм, тяжелее. Паники нет, но в детские поликлиники увеличилось количество обращений с ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями. Однако о вспышке гриппа говорить не приходится. Я хочу сказать большое спасибо тем родителям, которые дали согласие на то, чтобы привить детей против гриппа. Более 75% детей наших привиты против гриппа. И группа риска наша привита на 100%. На сегодняшний день, зная, что в Украине, в России, выросла заболеваемость гриппом, уже гриппом, и доказано, что старый штамм вируса H1N1, так называемый свиной грипп, возвращается. Но белорусы, как всегда, оказались впереди всех наших соседей. Мы привили своих детей и взрослых такими вакцинами, куда входят все элементы, которые призваны для профилактики H1N1. Большинство родителей сегодня могут быть спокойны, так как их дети после такой прививки гарантированно защищены. А вот тем, кто еще не решился на вакцинацию и все еще считает ее вредной, учитывая обстановку в соседних странах, стоит задуматься. Хочется попросить особенно тех родителей, дети которых в этом году пойдут в детские дошкольные учреждения. В нашем арсенале есть прививки, которые на 90-95% гарантируют профилактику заболевания детей, посещающих детские сады, как то острыми республикторными вирусными инфекциями, отитами, фарингитами, гайморитами, пневмониями, и сюда же можно включить и менингит. Есть у нас вакцины, бесплатные вакцины и очень хорошие. Вакцина Hiberix, ActHib, бесплатная вакцина, но только желание родителей. Поверьте, что доктора и участковые медицинские сестры будут предлагать родителям сделать деткам трехлетнего возраста вакцинацию этими вакцинами. Это для профилактики, это для здоровья и сохранения жизни наших детей. Кроме гриппа и вызванных им осложнений, большую угрозу для здоровья детей представляет менингококковая инфекция. Ежегодно в Беларуси она поражает несколько десятков человек. Опасность не в уровне заболеваемости, а в уровне летальности. То есть это одно из тех заболеваний, когда летальность может наступить в течение нескольких часов от начала заболевания. Даже существует такое выражение, что человек за завтраком был здоров, а в обед он уже далеко не здоров. И причиной является менингококковая инфекция. Ну и пик заболеваемости менингококковой инфекции – это февраль, март. И, как правило, менингококковая инфекция чаще всего встречается во время повышенной заболеваемости респираторными инфекциями, что мы, в общем-то, и видим на данный момент. Возбудитель заболевания – менингококк – бактерия, которая неустойчива к внешней среде. И это, к счастью, отмечают специалисты. Инфицирование происходит при длительном близком контакте с больным. Учитывая то, что чаще всего болеют дети до 5 лет, основными источниками их заражения являются близкие люди и сами дети. Заболевание чаще всего протекает в виде назофаренгита. То есть назофаренгит – это обычный кашель, насморк, может быть небольшое повышение температуры. Умеренная головная боль, то есть, в общем-то, это заболевание не отличается от назофаренгита в какой-то другой этиологии. И самые тяжелые формы – это генерализованные формы. То есть, когда менингококк проникает не только в носоглотку, но и проникает в кровь, и тогда развиваются генерализованные формы инфекции. Это может быть как менингококцемия, и это может быть менингит. Общая симптоматика очень напоминает грипп. Начинается все с резкого и быстрого повышения температуры. Эта температура сопровождается довольно выраженной интоксикацией. То есть, это вялость, слабость. И если температура даже снижается, то все равно сохраняются вот такие вот симптомы, которые должны насторожить. То есть, вот эти вот симптомы интоксикации, они очень часто не соответствуют повышению температуры. И через 6, 8, 10, 12 часов от момента повышения температуры, но это чаще всего так случается, может промежуток времени быть и больше. На туловище у ребеночка появляется сыпь. Сыпь чаще всего появляется на нижних конечностях, ягодицах, туловище. Сыпь чаще всего вначале не обильная в виде розовых пятен. Затем она в центре появляется геморрагия. Что такое геморрагия? Это высыпания, которые похожи на синячки. И причем, если их надавить, то они не исчезают. Эти признаки говорят о том, что ребенка необходимо срочно госпитализировать. Следует отметить, что при менингококцемии высыпаний может и не быть. Но это не исключает немедленного обращения к врачу. А лучше заранее предпринять все, что может уберечь ребенка от заражения. Прививки от менингококковой инфекции есть, но для нашего региона они не актуальны. Поэтому в нашем случае это не допустить заражения ребенка менингококковой инфекцией. Что это означает? Если мы знаем, что одним из проявлений мегококковой инфекции является обычный назофарингит, то есть если мама, папа, бабушка, дедушка заболевают, значит нужно либо прекратить ухаживать за ребенком, либо, если это невозможно, одевать маску. Причем маску одевать правильно, все время, менять ее через каждые 3 часа. То есть, в общем-то, это какая-то защита от этой инфекции. Кроме всего прочего, если у мамы, у папы, у бабушки, у дедушки есть проблемы с лор-органами, то есть у них часто возникают риниты, риносинуситы, ангины и так далее, то есть обязательно санироваться. То же самое относится и к кариозным зубам. Ну и, конечно же, как и в случае с другими инфекциями, не допускать посещения многолюдных мест. Вряд ли кто-то об этом задумывается, но к профилактическим мерам следует относить и питание. Ведь правильный рацион и режим приема пищи тоже формируют защитные силы организма. В первую очередь специалисты советуют обратить внимание на завтрак. Почему и каким он должен быть, расскажет врач-валеолог. Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Слова великого полководца Суворова и по сей день являются главным девизом диетологов. Ведь, по их мнению, именно завтрак – это самый важный прием пищи, который определяет режим питания на весь день и помогает избежать вредных перекусов и переедания на ночь. Завтракать необходимо взрослым и детям. Отсутствие завтрака негативно сказывается на здоровье человека. Установлено, что те дети, которые регулярно завтракают, лучше учатся в школе, у них лучше память и выше показатели интеллекта. При этом они реже болеют простудными заболеваниями, поэтому реже пропускают школу, что очень важно, конечно, для нас. Все то же самое относится и к взрослым людям. Завтракающие, взрослые люди, более эффективны и активны на работе, у них крепче иммунитет, то есть они тоже реже болеют простудными заболеваниями, и у них реже встречается повышенная масса тела. И, наоборот, те люди, которые не завтракают, они, как правило, много едят во время обеда и особенно плохо во время ужина, и поэтому у них чаще встречается повышенная масса тела. Именно утром в нашем организме повышается активность свертывающей системы крови. При этом возрастает риск образования тромбов, которые разносятся током крови по организму. В результате это приводит к развитию инфаркта миокарда и инсульта, то есть острой сосудистой патологии. Как оказалось, завтрак нормализует свертываемость крови. Таким образом является и профилактикой острых сосудистых заболеваний. Кроме того, израильскими учеными установлено, что у плотно завтракающих женщин фертильного возраста увеличивается продукция эстрогенов, и, как следствие, нормализуется гормональный фон. Завтракать нужно с 7 до 9 часов утра, когда повышается активность органов пищеварения и выделяется достаточное количество пищеварительных соков. Что же нужно съесть на завтрак? Ну, вариантов очень много на самом деле. Это может быть каша, лучше всего из цельного зерна. Это могут быть и хлопья, конечно, но, опять же, лучше, если они будут приготовлены из цельного зерна, то есть не из шлифованного. Их очень легко отличить. Они более крупные по размеру и слегка желтоватые, потому что сохранили оболочку зерна. На завтрак можно съесть творог, можно съесть макароны с сыром, можно съесть картошку с рыбой, котлетой, яйцом, яичницу, омлет. Считается, что яйцо – это очень хороший вариант на завтрак, потому что длительно утоляет голод. И, кроме того, в желудке содержится витамин D, который нам сейчас просто всем очень необходим. Если работа связана с физическими нагрузками, то завтракать необходимо не менее чем за полтора-два часа до ее начала. Иначе физическая нагрузка уменьшит выработку пищеварительных секретов и правильное пищеварение будет нарушено. А значит, вместо высокой работоспособности будет обострение дисбактериоза в кишечнике. В состав такого завтрака должны входить источники белка животного происхождения – рыба, мясо или птица. А вот у Кристины утро начинается всего лишь с чашки кофе. Ну, обычный завтрак у меня начинается где-то около 7 утра. Я обычно пью с утра кофе. Я перед тем, как везти детей в сад, стою, чашечку кофе выпиваю, взбодряюсь и везу детей. Полноценный завтрак, в принципе, у меня начинается к часам, наверное, уже 10-ти, половину 11-го. Вариант такого завтрака не из лучших, а потому специалисты советуют его пересмотреть. А если и оставить, то только для особых случаев. Есть, конечно, категория людей, которые, ну, никак утром не успевают ничего поесть. Хватает у них времени только на чашечку кофе или чая, что не очень хорошо. Но в таком случае эти люди обязательно должны предусмотреть завтрак на работе. И они должны позаботиться об этом заранее, потому что завтракать нужно обязательно. Тот кофеин, который содержится в кофе, он более сильно воздействует на сосуды. И гипертоникам, например, нужно с осторожностью употреблять кофе, при том, что чай они могут употреблять более свободно, абсолютно. Беременным женщинам, слабенький кофе, со сливочками, с молочком, вполне может быть. Какой завтрак будет правильным именно для вас, зависит от того, чем вы планируете заняться в ближайшие несколько часов. Ведь никто не знает ваш организм лучше, чем вы сами. Главное – следовать одному из основных правил диетологов. День начинается с утра, а хороший день – с хорошего завтрака. На этом все. Питайтесь правильно, берегите себя и своих близких, и будьте счастливы. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok